Ну как начнете, надо проверить и готовиться. Вот, перед тем, как начать, надо проверять и готовиться. Не сбудьте барахты начинать. Ребята, ребятушки, вы чего это тут устроили? О, все, я тоже в эфире, я тоже встретил. Вух, друзья, всем привет, с вами Дэнвест Андрей Жариков и канал Зара Бара Хорошо Владимир Сушков. Сегодня у нас будет весело, сегодня будет классно, сегодня мы пообщаемся, обсудим все новости по заработку в интернете, различные тренды порассматриваем, что там происходит, пообсуждаем это все, поотвечаем на вопросы и, конечно, как всегда, в конце нашего прямого эфира мы разыграем монетки. Монетки призм. Вот так, кстати, слова мы еще не загадали. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас. Так, ну трансляция началась, это уже хорошо, все, в общем. Так, сейчас я переключаюсь на этот, все, нас всех видно, у нас всех слышно, все, окей. Так, ну что, сегодня у нас, мы будем, наверное, пообщаемся на тему, ну вообще, ну по призму, наверное, надо поднять тему, потому что курс идет вниз, там многих паник, я там буквально вчера записывал ролик. Кстати, я договорился с Николаем Милегой, который SpaceBot качает, на следующую пятницу, с ним тоже хотим запустить эфирчик, пообщаться. В общем, оно будет интересно. Вот, и, кстати, что я заметил, то, что как только, ну, курс пошел вниз, все пулы начали объединяться, то есть, раньше такого нельзя было, чтобы там, знаешь, допустим, ты записал ролик там по призму, а у тебя ссылка там внизу, допустим, роевская, и кину тебе куда-нибудь там, ну не знаю, там SpaceBot в паровоз, там в какую-то структуру, там, то есть, в iBanker там 24, то есть, все, как бы, это сразу, как бы, вот. А сейчас, если даже там, ну, допустим, тот же самый там, этот Дмитрий Васильев с призмбит, записывает ролик по призму, его сразу раскидывают по всем чатам, то есть, уже нет какой-то такой, знаешь, ярой конкуренции, все как-то объединяются. То есть, ну, в принципе, так, хорошая тенденция для объединения, несмотря на то, что курс идет вниз. Так, я сейчас гляну, что у нас там вообще кто-нибудь подключается к трансляции. Так, вот, всем человек подключилось. Ребят, напишите в чате, вообще, видно, слышно, как связь, как звук. Да, ребят, связь проверим, да, поставьте там в чатах плюсики, или напишите, слышно ли, нет. Всем привет еще раз. Все, слышно ли, нет, напишите, пожалуйста. Да, проверка связи. У нас сегодня междугородняя, получается, трансляция, Владивосток, Сочи, Нижний Новгород. Да, сегодня у нас такой корпоратив, блогерский получается. Да. Так, вот, пишут уже, привет, парни, все окей, плюсики ставят, так, видно и всех слышно. Угу, Марина Бибич даже присоединилась, привет, Маришка, Александр Ступин, всем привет, привет всем, ребята. Все, здорово. Сидим до конца, кто, самый стойкий, кто досидит до конца, тот поучаствует в розыгрыше, и у вас будет возможность выиграть монетки приз. Кстати, мы как, по, три слова загадаем? Три по десять? Ну, да, наверное, как-то. Давай, да. Три по десять будет сегодня, вот так вот. Сейчас напишут, дайте, дайте шесть по пять. Сейчас, что-то вроде начнется. Александр Ступин, так, отлично слышно, все хорошо, отлично, привет с вами. Вера Никонова написала, Маратки, Зайд, Казеев. Отлично, отлично. Ни одного стрима не пропустил, вот человек пишет. Здорово. Ребят, так, ну, сейчас вот немного уже, ребята, подошли, так что давайте так, объявим, что мы сегодня будем вообще вещать. Сегодня просто пообщаемся вообще по теме заработка в интернете, обсудим какие-то изменения, потому что где-то, там, в любом случае происходят какие-то изменения, может быть, там, в тех проектах, где, там, меня нет, там, есть, допустим, там, Вова, где Вовы нет, там, есть Андрей, и, то есть, мы вот так вот все новости соберем, посмотрим, пообщаемся, вот, поотвечаем на вопросы, без проблем, пообсуждаем какие-то проекты, вот, ну, и, соответственно, в конце, как всегда, у нас будет конкурс. Кстати, сегодня мы еще поднимем тему, вот, наверное, тоже будет очень интересно, это как раз таки то, когда вы заработали денег, мне, кстати, очень много людей стало писать и говорят, Дэн, вот, и видел, наверное, все этот пост, когда, там, типа, вот, будут какие-то роботы отслеживать все транзакции, там, как раз таки вот мы эту тему тоже сегодня последим, когда переводы с банковских карт вам приходят, вот это все мы тоже, ну, обсудим, в общем, вот так вот. Плюс, дорогие слушатели, если у вас есть какие-то новости или вопросы, пожалуйста, в трансляции, в чате пишите, комментируйте, задавайте вопросы. Да, конечно, 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 и обязательно палец вверх, обязательно, вот, с трех каналов вещаем, кстати, на самом деле мы вещаем с трех каналов, и если всю аудиторию собрать, ну, это, в принципе, неплохо получается, то есть именно аудитория по заработку в интернете, то есть не какие-то, там, не знаю, любители дома-2, да, собрались, а именно три блогера, которые с аудиторией по заработку в интернете, это, в принципе, да, достаточно интересно. Маленький городок. Да, 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 причем, да, причем это все, на самом деле, я буквально сегодня, кстати, был, ну, не стрим, а было видео на канале Денис Лидер ТВ, вот, и я смотрел, он там какого-то блогера тоже, я, правда, не знаю, по какой он тематики, но тот прям, ну, видимо, тематика вообще какая-то другая, он тупо хайпует на хейте, на всем таком, вот, но, тем не менее, там, дом-3 у нас пишут в комментариях, тем не менее. Дом-3. Да, получается так, что ребята подписаны на него, и он прям просто жесткий хейт на них высылает, то есть своих подписчиков вообще не ценит, не уважает, и прям такими, по-моему, поливает, вплоть до того, что там быдло все, и вообще, я прям в шоке был, думаю, блин, вот как такое смотрят, это же... Ну, видимо, видимо, кому-то нравится. Да, ну, на самом деле это не есть хорошо, как бы... Ну, видимо, кому-то нравится. А, так, вот, я включил запись, да, проверить, ага, все идет. Ребят, всем лайков, всего-навсего, и что, ну-ка, поддержите лайкосиками. Так, давайте посмотрим, какие вопросы у нас. Так-так-так, ни одного стрима не пропустил. Таганрог с нами, три по сто, в одну посуду. О, криптолюбитель, как написал. Ну, это если мы спонсоров найдем, то без проблем. Кстати, я на канале у себя объявил, то, что как только пробьем планку 20 тысяч, 20к подписчиков, это осталось примерно где-то 1700 человек. Я тысячу монет призм разыграю. Только я еще не знаю, как разыграть, но тысячу монет призм мы разыграем на канале, как только двадцатку пробьем. Так что быстренько там подписываемся, чтобы быстрее разыграть это все, пока монета призм еще... Да, так. Так, проект валет призм, что с ним? Не вводятся монеты, может что-нибудь знаете. Так, по валет призм. Да, я общался, выходил с ребятами, общался с ними. Короче, там ситуация получилась такая. Там была дырка в маркетинге жесткая, потому что они выплачивали по маркетингу бонусы и реферальную программу они выплачивали со своих денег. То есть не так, как, допустим, в Рой-клубе. Вы заходите, 10% у вас списывается. Там получалось так, что человек зашел, 4% вышестоящему партнеру и плюс, если это 100 тысяч оборот прошел под вами, то еще десятку вам еще платил сам валет призм. Ну, я на тот момент, когда еще вот этот маркетинг появился, я говорю, ну, вы там вытяните. Говорю, а если человек сразу выведет, говорю, ну, средства на следующий день? Вы же даже от пара майнить ничего не успеете. На что, ну, типа, да, разберемся, все окей. И в итоге потом вот этой дыркой в маркетинге воспользовались большое количество людей. И когда они начали подбивать кассу, они увидели, что они там реально не тянут. Потому что люди просто завели аккаунт мелкий, под него завели там 100 тысяч, получили 4%, это 4 тысячи монет, и еще бонус десятку. 14 косарей. На следующий день там или через неделю выводили средства с нижнего аккаунта. И все. Поэтому они сейчас сказали, что они пара майнят усиленно и делают выводы там 1 и 15, по-моему. Ну, как-то вот так. Ну, в общем, сейчас такое проведу. Причем это все делают в порядке очереди. 15-го, 30-го. А, или 15-го, 30-го. Да, что-то такое было. Вот. И все это делают в порядке очереди, в порядке наполнения их транзитных кошельков, которые им даются для выплат. То есть, вот так вот. То есть, если у вас сразу большая сумма, то она вряд ли проскочит, ну, а мелкие будут, соответственно, закрывать. Ну, вот такая информация, то, чем владею и все это. Причем я посмотрел, ну, у меня, я туда зашел на самом вообще старте, когда они были, ну, грубо говоря, обменником, потом они маркетинг уже поменяли. И вот после того, как они поменяли маркетинг, у меня там я оборот посмотрел, у меня вообще, ну, прям вообще никакой оборот, просто 7 тысяч монет. А мне народу столько пишет, что я прям сижу такой, блин, у меня уже оборот там должен был быть, ну, просто зверский. Я не знаю, судя по тому, сколько мне народу пишет гречку. Вот. Откуда пишут, я не знаю. Ну, тем не менее, вот я эту информацию владею, я ее доношу, мне очень много людей пишет гречку, я вот всем в таком формате отвечаю. Вот. Так, дальше. Так, дом 3, всем привет. Когда курс призм уже доллар, ванги есть? Я не знаю, ребят, я вообще не готов ванговать. И на самом деле, знаете, даже если разработчики говорят о том, что, ну, монет станет больше и курс начнет расти, я не уверен это заявлять, вот честно. И не знаю. А, кстати, там, да, были сообщения, что он будет расти. На чем основана такая уверенность? Ну, типа, меньше становится. Там же добыча тоже меньше стала. Там раньше, по-моему, в сутки добывалось, я могу ошибиться, но, по-моему, около 8 миллионов, сейчас меньше 5 миллионов. Или около 5 миллионов. Что-то такое вот. Я вчера свое мнение высказал. Мне кажется, сейчас идет распределение. То есть, те, кто хотят выйти, они полностью будут выходить, продавать, сливать. А те, кто хотят остаться, соответственно, они останутся. Ну и все. А потом уже более-менее какая-то будет, ну, мне кажется, по моему мнению, опять же, потом какая-то стабильность будет более-менее. И потом уже, когда люди начнут по новой заходить, уже будет какой-то рост. Потому что, по большому счету, сейчас вот там, если бы курс рост, то все бы сейчас заходили. Ну, мое мнение такое. Так, почему валит призм 27? Да не 27. Чего вы, вот 27 и у вас застряло. Не 27, а 27 минус паратакс. То есть, вы на это делаете поправку. Призм бит тоже 0.85 минус паратакс. 0.85 в сутки. Ну, это он у нас получается так. Вот так, ну, вот как-то так. Так, 1700 аккаунтов делов-то, так, так, так. А, это для розыгрыша 1000 монет призм? Не, не, никаких, я накруткой вообще не пользуюсь на канал, поэтому не надо мне. А то мне как-то, как-то один человек пишет, Дэн, посмотри у себя видос. Я думаю, что, ну, статистику посмотри. Он за ночь взял мне, накрутил, короче, просмотров там целую кучу. Я говорю, а нафига мне это надо? Да. Я же такой, думаю, зачем, ну, в смысле. Денис, морда ты неблагодарная. Боты всю ночь старались, смотрели твои видосы, а ты не ценишь. Да че смотрели в том-то и дело, что там 10 рублей на разоплатили, куда-то закинули там, и оно просто накручено, там видно прям, как накручено. У меня там был такой случай тоже сейчас пока вот про накрутку говорю. Я тоже никогда не крутил никого, там даже рекламой не занимался, там ничем. Но у меня были такие деятели, короче, вот, злопыхатели, которые специально мне крутили там эти всякие лайки, там и все эти всякие дизлайки, просмотры, и потом меня шантажили на видео лайков. Если ты мне там не заплатишь, или еще там что-то забыл, какие условия были, что я типа перестану тебе накручивать, короче, видео. Вот даже такое было. Сантажисты. Володь, мне тут в комментариях пишут, у тебя трансляция зависла. Проверь, что у тебя с трансляцией. Да, у Вовы что-то подвисает по нему, по чуть-чуть. Ну, вот у меня интернет. Володя вещает просто из ГЭС. Скорость может, да, скорость может быть небольшая. Нет, дом нормально все. Володь, в ОПСке в правом нижнем углу там какой у тебя цвет? Зеленый, желтый, красный? Что там у тебя? Правый нижний угол. Так, вопрос тут еще поступил. Ройклуб это надолго? Ну, судя по тому, что сейчас они подстраиваются под протакс, ну, сейчас можно говорить, что да, должно быть надолго. Это справа, да, Андрей, справа снизу, да? Да, да, там цветной квадратик, он показывает скорость твою, ну, качество свиньи. Красный. Но это, да, скорость маленькая. Так, это что мне, заново начать трансляцию, походу, вырубил? Ну, если прервалась совсем, то да, придется. Вова, тебе тут привет передают, значит, криптолюбитель пишет, отдельный привет Сушкову, начинал делать первые шаги по заработку в интернете, смотря его видосы. Ну, вот. Вова в том, на той трансляции он нам как раз рассказывал, на кого он смотрел, когда он начинал первые, там, ну, тоже заниматься там заработком в интернете, это Савченко, Екатерина, которая сейчас в тайге сидит. Ну, вилови. Так интересно прозвучало, в тайге сидит. Ну, тайга, это продукт, в смысле просто. Я понял, понял, да. Так, подписка, лайк, колокольчик, так, 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 валит, бризон, так, ответили. Роботы у всех слили сегодня? Роботы? Роботы? Андрей, роботы это твоя тема, наверное. Это моя тема, да, к сожалению, да Винчи тоже терпит потери. Сегодня доллар, даже да Винчи, да, несколько счетов слили. У меня тоже, у меня тоже просадка. Извини, Андрей, перебил. Не-не-не, ну, как бы, да, сейчас ситуация непростая, доллар стал слабеть, и, да, и пошла просадка. Ну, я тоже по-своему скажу, у меня стоит Wall Street Bota 2, консерватив и агрессив, значит, на консервативе все нормально, а вот агрессив у меня тоже просадка сегодня минус 80% была, вот, и я дозалил сегодня 100%, у меня на балансе там 1570 долларов было, и я еще закинул еще сегодня с утра, у меня там человек следит за ним, то есть, кого мы на работу наняли, вот, за роботами, он мне сказал дозалить 100% для того, чтобы выйти из просадки, ну, вот сейчас вроде там все сегодня до 40% вроде он мне дошел, но сейчас пока перед прямым эфиром 50% пока просадка, 51%. Ну, а не поэтому я не захожу в робота. Негатив у меня так же, я просто закидывал, смотрел, месяц 10 плюс 10%, я думаю, о, хорошо, сейчас можно будет уже его начинать качать, потом просто минус, все, слил, и я такой, все, не мое, тысяча долларов. Второй раз там было что-то подобное, но не надо было подключать робота, просто был пам-счет, на котором торговал робот, на который надо было просто завести свой счет, подключить к пам-счету к этому, ну, грубо говоря, вот так. Я думаю, так, сейчас я не дурак, я заведу ровно 100 долларов, чтобы посмотреть, сколько будет через месяц. Если это будет 110 долларов, значит, 10% профита. Короче, я проснулся, через месяц зашел туда, посмотрел, у меня со 100 долларов осталось, по-моему, 7 долларов, я такой, ну, как хорошо, что я завел всего 100 долларов, а не курс призм, это 0.3-0.5, нам нужен стабильный курс, резкий рост до бакса, плохо повлияет на монету. Ну да, кстати, на самом деле, вот сейчас я смотрю, там обороты, объемы там за сутки где-то полмиллиона получается, но сами вдумайтесь, да, я сегодня даже пост сделал в телеграме, канале, полмиллиона, в принципе, ну, держится уже достаточно долгое время, да и в среднем, наверное, это и есть такая, средняя торговля такая, но смотрите, на полмиллиона долларов сейчас можно монет купить намного больше, то есть оборот в монетах, ну, если в монетах считать, он гораздо больше пошел, поэтому, а мое мнение такое, что пока вот они вот это все вот не раскупят, не разгонят там все это дело, ну, хотя там тоже есть еще трейдеры, которые там все это на этом тоже зарабатывают, но тем не менее, то есть сейчас больше монет выкупается, то есть надо меньше денег на то, чтобы создать больше объем именно в монете призм, поэтому побыстрее это все разлетится, ну, а там уже более-менее может стабилизируется, Потому что да, конечно, хочется какой-то стабильности. Ну или даже, ну ладно, пусть прыгает плюс-минус 10%, но все время стабильно. Это будет гораздо интереснее, нежели сейчас, как ситуация идет. Несколько недель назад было 25, сейчас 11. Ну, конечно, люди не готовы. Валпот, расскажи, что у тебя интересного в клубе Зара Бара хорошо происходит? Да, в общем, там закрытый клуб, да, расскажи, что там. Кстати, закрытым клубом, не знаю, знаете, про такой или нет, это Вова Лекс. Ой, Вова, как плохо слышно. Да, пропадает звук, еще раз повтори. Явно не тянет одновременно трансляцию и одновременно зум. Интернет. Да-да-да, Володя, плохо-плохо, прям вообще не слышно, можно сказать. Так, ну давай пока так давно вопросы позатвечаем, что тут пишут у нас. Да, Вову не слышно. О, Вову выкинуло. Да. Денис теперь является организатором. У меня написано, да, меня коронавирует. Да, теперь ты организатор. У Вовы эта вкладка есть, поэтому я думаю, он зайдет сейчас. Да-да-да. Так, как насчитывается процент паратакса, точнее, его шаг? Сейчас составляет 47.75, предыдущий был, по-моему, 46.88, следующий шаг сколько? Ой, ребята, вот здесь вот честно, вообще ничего не могу сказать. Вот по паратаксу я вообще прям не... Я здесь, у меня слышно, видно? Да, Володя, вернулся, все отлично. Так, Алиса Афанасьев пишет, а я первый видос Дэна смотрел и понеслось. Ну, вот кто-то на мои нарывается видосы, кто-то на... Володь, ты начал рассказывать, тебя выкинуло еще раз. Да-да-да-да. Да, в общем, мы там зашли в монетку, я не знаю, слышали вы или нет, монетка Worldlex. Тоже это по типу призма, по типу там ауры и так далее. У них там свои там направления. А как называется? Worldlex. Worldlex. W. Да, Worldlex, Worldlex. О, мне, буквально недавно, мне пишет человек, говорит, Дэн, я говорю, что такое, ты с Владимиром Сушковым в Заробаре хорошо общаешься? Я говорю, ну, нормально, стримы проводим. Слушай, узнай у него про монетку. Я говорю, а что там? Ну, у него в закрытом клубе, я говорю, слушай, ну, если в закрытый клуб, там надо как бы за участие платить. Я не буду, как бы, человеку там написывать и узнавать, как это, как это, это некрасиво ее, как бы, так делать. Она такая, ну, ладно. Видишь, информация, как бы, расходится. Видимо, про эту же монетку и речь ушла там у человека. Ну, да, у нас мы, причем, нормально. Мы закрытым клубом, считаю, вообще заработали, в принципе, вот на нескольких пресейлах. Во-первых, мы заходили в NL Company, не знаю, ну, там у меня на канале есть тоже интересный проект. Да, мы там заходили еще на боте, я еще в ноябре зашел, когда у них там airdrop проходило. Потом мы не запустили проект, и у меня тоже там был инсайт, тоже там, как бы, мы зашли из бота, монетки там можно было, и потом их перевели уже на сайт, когда они официально запустили стейнг, там свою программу по недвижке и так далее. И, короче, вот мы уже заработали 200% чистый прибыль в участке. То есть, и буквально сейчас монетка через 3 дня выходит на биржи, там еще будут иксы. Вот. И вот на этой монетке, я тоже договорился. Может быть, я не знаю, как там будет, но вот сейчас мы уже заработали. То есть, нам можно было просто эти монетки на боте купить, вообще в проект не заходить, перевезти их туда, там продать. У нас там некоторые люди так и сделали. Работали 100% чистой прибыль. Просто вот у нас человек там на 9 эфиров заходил, короче, купил, потом зашел, 18 эфиров продал, и все, вышел из проекта, и все. Ну, да. Здорово. А не одна. Добрый день. Как развивается русский ювелирный дом? Да, ребят, нормально развивается. Я сегодня выставил пост, мне прилетела выплата, я ее показал. Кстати, сегодня у меня еще кто-то зарегистрировался, мне еще партнерка пришла. И я поставил ее уже на карту выводить на Тинькофф. Я не знаю, придет или нет, потому что, ну, по факту, мне уже один вывод пришел. Вот сейчас я второй заказал сегодня же. Поэтому все, все окей. Не знаю, пока, пока все хорошо. О, кстати, русский ювелирный дом же очень сильно похож на B2B-Jewerly. Вова, ты же там находишься? Расскажи, что там происходит вообще, какие твои мысли? Да, я там нахожусь. Выплаты идут. Вот я в этот вторник получил там очередные со своих 10 тысяч долларов депозитные деньги. То есть все хорошо, но я говорю, уже не кача. В ноябре я уже сказал, что все, мы отсюда как бы все успешаем. Да, кто зашел, кто успел, тот зашел. Но, в принципе, вот у нас пока вот фу-тфу-тфу. Вся команда или в плюсе, или вот сейчас выходит без убыток и будут в плюсе. Я надеюсь, что это счастье продлится как можно больше, потому что мы уже, вот кто заходил со мной, моя команда, заработали, получается, где-то около 60% чистой прибыли вот за то время, пока мы находимся в этом проекте. Побольше бы таких проекте. Молодцы, молодцы. Молодцы. Да, все бы так работали проекты. Да, да, да. Стены были мне. Прям пока на фоне вот того, что, ну, как вот проекты последние два года работают, наверное, B2B, ну, прям вот после Кэшбэри, вот, ну, он, наверное, один из таких, которые, ну, или Севентрейт я не считаю, как бы там, потому что он прям вообще бомба, когда можно свой деп в любой момент вывести. Вот, но B2B прям, ну, реально молодцы. Я, кстати, там тоже записывал несколько роликов, ну, просто свое мнение, там стоит не заходить, не стоит, как бы, и много хейтеров налетело прям такие, прям, ааа, ты что там, это у тебя там клизма у нас, я говорю, ребят, ну, ребята какие-то неадекватные, то есть я же не против. Я, наоборот, за тех людей, которые зарабатывают в интернете, мне, наоборот, не нравится, когда, там, сидят и под видосами, ааа, вас всех кинут, там, вы, знаешь, ну, какой-то негатив прет, но по большому счету люди-то заходят, заработок в интернете не от хорошей жизни, не от того, что им там, их все устраивает, там, на земле, грубо говоря, да, то есть они ищут какие-то новые возможности для себя, находят их, и кто-то пользуется, кто-то не пользуется, поэтому они что-то делают, они не просто сидят там, ходят так же на работу, получают, там, среднюю зарплату по России и жалуются на жизнь, они что-то предпринимают, какие-то действия и, в любом случае, ну, уважение к таким людям, вот, а вот эти хейтеры, которые просто, ну, я не знаю, такие, я не знаю, или завистники, или кто они, я не знаю, сидят, аа, чтобы вы там потеряли, там, и у меня вообще такого негатива никогда нету и никакому проекту, поэтому если работает, да дай бог, чтобы проработало, все было хорошо. Так, приветствую коллега, это Игорь у нас, да Игорь приветствуем тебя. Так, что можете сказать об админе призм банк онлайн? Вова, ты по-моему там есть, Вова опять, наверное, выкинула. Нет, я здесь вроде. Призбанк онлайн, там про админа спрашивают что-то, но я не знаю, у меня там нет связи никого, я туда не заходил. Да, ну я там есть, призбанк там, людей там зовут, ну а сейчас, между прочим, запускается нетки, если я не ошибаюсь, плюс оура, вот, и плюс у них там, ну короче, они такую экосистему хотят сделать из многих проектов для того, чтобы там закальцевать, там у них игрушки какие-то, там у меня призму онлайн-планк и плюс оура, и плюс там, ну короче много чего. Ну как банкер 24, там кучу монет она подключать и в принципе объединить тем самым там, в одном месте там всех любителей. Там в одном месте, там по-другому, они именно проекты хотят сделать много, такую коллаборацию с проектами, и чтобы там все в экосистему включено было таким образом, чтобы везде была партнерка, партнерка от партнерки, вот так вот. Там тем интересным, у меня человек там тоже приближенный к администрации, там все пробивает и мне потом рассказывает, короче, вот, так что, мне там пока все нравится, все хорошо. Так, понятненько. Так, кто что по проект Антарес, Антарес, да. А я, ну я в чате ребят там сижу с ними, общался, ну там, ну мне уже скидывали общую информацию, я смотрел уже. У меня тоже есть, мы тоже расчехляли его проект, в принципе, довольно-таки очень интересный такой, может такой быть хороший выстрел. Но заработать, я так думаю. его начинают там преподносить, как будто бы это проект от Логинова, который в Casualry был. По-моему, так его начинают задвигать. Ну да, я слышу, но не знаю, кто там, чего там. Ну, понятно, в смысле, все понятно, что ищут какой-то там эталон такой, да, для подражания, а потом все, типа, вот будет так же. Помню Квестра, когда загнулась, все, вот это будущее Квестра и все очень хорошо. Да-да-да. Бабах, и все, бабло-сбор. На пассиве никто не заработал. А не AeroBrain это следующая Квестра, да. Не, на AeroBrain он нормально поработал, что там, за три месяца можно было просидеть три месяца и вывести и тело, и процент. А там еще и курс же, в тот момент, это была весна, по-моему, лето, там курс был намного выше, а к осенью начал падать, и по факту, там, те деньги, которые ты выводил, именно в крипте, ты там вообще просто сто процентов плюсов сделал, потому что там просто крипта просела сильно. Я тогда увидел, думаю, блин, с чего не платить-то буду, господи, они же явно там не торгуют. Потом думаю, так, ага, у них там какой-то круиз, я думаю, все, понятно, все, до свидания. И все, я дальше уже потом не заходил. Я ребятам сказал, я выхожу, говорю, кто вот что хочет, но я выхожу и не хочу рисковать. Ну и правильно сделал. Я там тоже, кстати, был, заработал там нормально. На три месяца зашел и все, и вышел на полном пассиве. Если не жадничать на второй, как бы, этот круг заходить, то нормально. А я там кэшбэки делал, в принципе, ребятам. Так, он неплохо начал, но надо было не делать им привязку к крипте, мне кажется, тогда бы они дольше проработали. Просто они начали, на старте их там, грубо говоря, закидали, а тут просто к осени выплачивать вот эти вот то, что накидали. Там они же развивались на земле, там очень жестко. В Казани там столько ребят там вообще было. Вот, поэтому, мне кажется, надо было просто работать либо к своему токену какому-то, либо, не знаю, либо просто к доллару там. Работать, а не к, ну, в эфирах там отдачи вот это вот. Плохо шло. Так, ой-ой-ой, что-то тут комментариев уже столько насыпалось. Так-так-так-так, сейчас посмотрим. Скажите, открылись ли акции ко дню 8 марта русского ювелирного дома? Да, ребят, я просто на этой неделе не записал ролик по русскому ювелирному дому, но я сказал о том, что там идет акция. Там акция, если до 1000 депозит долларов плюс 8% к депозиту делают, а если больше 1000 долларов, то 16% к депозиту. До 8 марта акция существует. Вот, так. Владимир, расскажите о проекте «Эксен Глори». Вова, что знаешь, рассказывает. Ну, я там есть, у меня там депозит, я туда на пассив зашел вообще, ну, записал я там несколько роликов, я зашел на такой самый рискованный тарифный план, это на 100 дней, 1000 долларов я туда вложил. и, короче, за 100 дней там обещают они от 6000 долларов до 9000 долларов или 12000 долларов выплатить. С 1000? Нормально. С 1000? Да, с 1000. У меня уже прошло, у меня на самом деле прошло больше 100 дней, но там оказывается, что там, короче, они платят. Я вот только недавно думаю, сейчас у меня вот как раз выплата должна была быть 100 дней, у меня закончится 4 марта. И я захожу так радостно и думаю, сейчас я, короче, дроблю, тут я забыл про него. А смотрю, а там еще осталось, вот сегодня я смотрел, 34 дня, то есть они платят по обычным дням. А пятница, суббота, воскресенье считается. Да, суббота, воскресенье, то есть у меня еще где-то полтора месяца. Ну вот, друзья, вот я говорю, что скорее всего, потому что у меня там были инсайды тоже по этой теме, но вообще, что они будут работать там до конца весны. Вот, я надеюсь, короче, что придет еще на ровесице. Я запишу прям такой бомбический ролик, когда, короче, я выведу оттуда. Сейчас у меня уже там, ну, на депозите там видно, сколько накапало уже 3700. То есть еще 34 дня, это там, ну, где-то тысяч 6 должно долларов быть. Если я, короче, выведу оттуда эти деньги, то будет просто космос. У меня просто, у меня таких проектов, у меня были еще там в начале, когда я начинал, я видел, у меня там, вот, как раз эта конфетка, она в подобных проектах заходила, я помню, из тысячи она, короче, вытаскивала 12 тысяч долларов или 10 или 12. То есть тоже заходила такие, ну, знаешь, вот эти вот, где сроки, есть проекты, где там большие сроки, там маленькие. Вот это вот, это как раз один из таких проектов, но он довольно-таки мощный. Там русские админы, одним словом, но они такие неплохие, там ребята там со всеми делами. Там просто азиатские структуры этот проект подхватили, то есть там реклама и маркетинг идет на ура. Вот до весны они, по идее, должны до конца доработать, и если это работает, то они выплатят мне такую сумму денег. Я вот просто вам покажу, но я не знаю, там мой канал уже все отключился, я для ваших каналов отвечаю, потому что у меня все уже, у меня с интернетом беда. А, понятно. Все, понятно. И я, короче, это, все равно нарублю там, в любом случае, но я, по крайней мере, мысль такая в голове есть. Вот. Ревизуализацию я сделал. Это будет классно. Представляешь, ты еще вложил и 6 иксов заработал на обычном хайпе. Да. За, там буквально, за 150, может сколько, 150 дней, наверное. Вот. Это будет просто погонить. А, кстати, Андрей, я закрыл третий статус Life is Good. О, круто. Кстати, вот вопрос сейчас просто звучал. Скажите про Life is Good. Поздравляю. Про Life is Good скажите, да. Вы же там находитесь, ребят, скажите, что там. Хорошая компания, в качестве консервативного инструмента рекомендую однозначно. Потому что все, все норовят только по хайпам, чтобы там доходность повыше была. Life is Good 5 лет уже, ну, работает. Доходность там консервативная, 20-25% годовых, но зато стабильно. Ну, там на сложном проценте, наверное, можно побольше делать, да? Конечно. Да, у меня, я сейчас скажу свои планы по Life is Good, и вообще у меня вот только мы с Костей как раз проводили прямой эфир в среду в этот, а нет, в понедельник мы встречались как раз с плечом. Плюс, ну, у меня там, я там 3000 евро бы заносил. Короче, у меня в планах, у меня сейчас уже там нормальный, я вышел на доход. где-то по пассиву там около 2000 евро у меня выходит со структуры. И плюс у меня со своего депозита вот сейчас где-то будет тоже там долларов, наверное, ну, евро, точнее, не знаю, там, к 1000 ближе. Вот. И, короче, в планах у меня вот я сейчас все буду теперь реинвестировать, 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 и через год примерно по моим расчетам у меня там будет депозит где-то около… Сколько? И уже там, может, 100 тысяч евро через год у меня получится там примерно. Это с ломбардным кредитом без? Да, 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 со всеми делами, со всеми их там… Товарищ Котов присоединился, пишет, всем привет. Привет, товарищ Котов. Так, я с провинциального города в Питер переехал, и все ради инвестиций. Вот здесь вот все ради инвестиций переехал или благодаря инвестициям переехал? Да. Вот вопрос тоже, да, напишите. Так, здравствуйте, слышали про UFC Change? Если да, то что думаете? Благодарю. Ну что, я так понимаю, что биржа, пул, и они еще свой токен запустили. Ну, не знаю, мне много раз его предлагали. Ну, не знаю, просто он очень похож на то, где я уже есть, а я два одинаковых инструмента не добавляю к этому. Угу. Я скажу, могу свое мнение тоже сказать. Давай. Потому что летом мы тоже этот проект расчехляли. В общем, мы не стали туда заходить и, в принципе, правильно сделали, потому что я там со многими людьми общаюсь, кто туда зашел, и там, короче, их токен продать практически невозможно. То есть вы покупаете просто вот такую, получается, неликвидную монету, одним словом. вот, который просто потом, ну вот там человек просто у меня один и там второй, короче, они через чат там кое-как там ее продали, и в конечном итоге вот как-то так. Ну, мы там много у нас там было красных флагов, мы не стали заходить. так что вот так вот. Это вот, Денис, когда мы с тобой интервью брали у этого основателя призм бита, напомни, Дмитрий, как его фамилия? Васильев. Васильев, да. И тогда, помнишь, шел разговор, что на CoinMarketCap тоже могут быть нарисованы объемы, да? И вот меня как-то спросили про PlatinCoin. Ну, PlatinCoin есть на бирже CoinMarketCap и обороты там есть. А у меня есть знакомый сетевик, у которого там уже, ну, большая инвестиция. Я спросил, а что там в PlatinCoin вообще? Он говорит, а там ты продать их не можешь. Я говорю, слушай, как не можешь, если там на бирже обороты? Он говорит, я не знаю, откуда эти обороты. То есть, вот реальный пример. То есть, какие-то, ну, нарисованные штуки, а продать ты фактически действительно не можешь. Угу. Ну, вот и такое тоже бывает. Так, дальше. Про Life is Good отвечу комментатор выше. Это долгоживущая пирамида. Она живет за счет большой веры инвесторов, а так отсутствует SWIFT и ряд документов, подтверждающие реальную деятельность торговли. Ну, что ж, вот тоже такое мнение есть. Ну, работает, платит. А если даже рассматривать как хайпроект, то с таким процентом, извините, можно работать ого-го, десятками лет по большому счету. Ну, и плюс, я так говорю, ребят, есть ломбардный кредит 70%. То есть, сделал инвестицию, забрал ломбардный кредит 70%, это твоя гарантия. То есть, даже если с Гермесом, то есть с Life is Good что-то произойдет, ты 70% уже вывел. Угу. Да, я скажу так, что люди просто не разбираются в теме, то есть они вот не вникнут в вопрос про Гермес. Ого, прерываешься опять. Про какую-то пирамиду, про все остальное. Я сейчас вначале не видно, слышно. Очень долго. Ну, прерывалось. Сейчас нормально вроде бы, да. Сейчас хорошо. Угу. Я там перехожу периодически на YouTube-канал, у меня вроде опять обдуплился. Поехали, стромб, 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 Опять пошли комментарии достроил. Я говорю, что люди просто не разбираются вообще в теме, то есть они пишут от себя тяну, да, там какая-то пирамиды, там еще вот эти вот, наслушается вот этих вот Бенов, как они там, Денисов. Бенов, Бенов, Бенов. Лидер, Лидер ШТВ, да-да-да. А хотел сказать Дэн Инвест. Да, наслушается всяких. Да, да. Я шучу, я просто вспомнил, как его это зовут, вот. И потом пишут, да, там, вы сначала, друзья, разберите, что такое Life is Good, что такое счет Гермес. Вот мы как раз в закрытом клубе, каждую среду у нас вот эта вот финансовая грамотность, у нас это как раз день Life is Good, счета Виста. Когда вот мы вот эти вот все возражения, вот эти вот все разбираем, убираем, что это пирамида, что это вот очень понятное выражение, которое вы все время говорите и пишите. Служит. Воу, очень сильно интернет у тебя нагружается там. Ты что-то, да, у тебя прямо это плохо прерываешься прямо. Так, давайте следующий. Алло, алло. Да, вопрос следующий. Ребят, привет, в призм сейчас стоит заходить или нет? Лев Борисович ТВ пишет. Ребят, вообще, я скажу так, я не то, что по призму скажу, вообще, если вы имеете несколько источников дохода себе, то почему бы и не взять, если вы там не находитесь? Да. Вот, а если вы хотите все продать и влупить в призм, как бы идея, на мой взгляд, ну не есть хорошая. То есть лучше все-таки, вот допустим, как я, да, я одно время, вот у меня за счет призмы, ну, грубо говоря, жил, и сейчас курс пошел вниз, и мне продавать, ну, прям жалко. Вот, ну, прям, ну, прям вот я понимаю, что, блин, он должен больше стоить, мне просто реально жалко, и мне приходится жить просто с других источников дохода. Вот. А представьте, если у вас нет этих источников дохода, то что, вам тогда придется, ну, не знаю, продавать за, за дешево, а это не очень приятно. Поэтому, ну, купите себе, там, не знаю, как вы считаете, сколько вам хватит. И все. Тем более, ну, с курсом вот пока вот такая ситуация там. Ну, мне кажется, сейчас все-таки должны будут вот все, вот, кто хочет уйти уже, все, кто уже решили. Сейчас тем более там много различных других монет появляется с парамайнингом, да, конкуренция, как говорится. Вот. Поэтому пока все разбегутся, пока это, мне кажется, будет еще там какая-то коррекция такая определенная, когда все будет падать. А потом уже, когда стабилизируется, когда ее наберут уже те люди, которые хотят у него остаться. Ну, потом уже да. Просто в призм самое важное, что есть, это вот это огромное просто сообщество комьюнити. Вот это самое важное, что там есть. Да. Смотрите, ребята. Призм парамайнинг никому не нужен был. Некоторые сделали диверсификацию, да, как они считают. То есть, например, они зашли там в паровоз, зашли в Ройклуб, там, в какие-то еще проекты на базе призм. Но, видите, проблема в чем, что курс призм самого просел и все. То есть, получается, ты по проектам диверсификацию сделал, а по валютам нет. То есть, в идеале это надо делать и по проектам, и по валютам, чтобы у вас активы были все-таки в разных валютах. То есть, не надо опять же становиться фанатиком чего-то одного. Угу. Так. В нейро я пять тысяч рублей заработал, Дмитрий пишет. Поздравляем. Тоже неплохо. Так. Сейчас я поздоровал. Меджон Ашуров, Раиль Гелязов и Рашид Юсупов. Всем привет, ребята. Угу. Так. Поехали дальше, дальше, дальше. Так. Что можете сказать про Тор Корпорейшн? Есть ли у них будущее? А то мне что-то не верится, не развивается, одни обещания. Кстати, Вова там находится, я знаю, в Торе. Что находится? Тор Корпорейшн. Тор Корпорейшн. Тор Корпорейшн. Тор Корпорейшн – это да, такая тема прям очень больная. Короче, ну что-то я вообще там следят за этой монеткой. Я поставил на вывод, получается, свои, я то есть продал половину, у меня там, я миллион заводил, миллион двести монет, покупал на 900 долларов. Миллион я там наманил, даже там побольше. Короче, я его продал за 660 этих PR долларов и поставил на вывод. Вот поставил я на вывод 12 февраля. И у меня деньги до сих пор не пришли. Я знаю. То есть, да, то есть они, значит, принимают деньги в любом количестве. Могут они принимать там на Payr, на Coffee Money. Короче, все, заводите, пожалуйста. А вот когда вы хотите вывести именно в них, то вот так вот вам какашка. Если вы хотите в Торах выводить, то да, конечно, выводить там не вопрос. Но люди-то хотят тоже в разных как бы валютах выводить. И есть выход из этого положения, я просто им еще не воспользовался. То есть мне надо написать техподдержку, отменить мой вывод вот этих вот 600 евро, ой, 600 долларов. И мне вернется обратно Тор, но в минус 50 процентов. Потому что курс там такой всегда как-то. То есть 300 долларов мне вернется, и я опять возьму Тор на них. И только Тор я могу вывести на биржу Waves и там это все продать. Ну просто это, я не знаю, как это назвать. Я тоже обратил внимание. Просто Игорь, кстати, по-моему, к тебе был подключен. Он мне скинул тоже про Тор. Мне много людей кидали про Тор. Потом кто-то пишет, блин, здесь мы уже столько иксов сделали. Я говорю, ну уж если вы сделали иксы, то мне уж туда точно не стоит сейчас идти. Потому что уже будет мимо кассы и все. И все. Я потом думаю, а ну посмотрю вообще, что это такое. Ну я так понял, они там по легенде или что, они якобы биржу какую-то должны были запускать. Я зашел на этот сайт, посмотрел, а там вообще трэш какой-то. Это просто, я не знаю, дичь какая-то вообще. Я такой, все. Понятно, начал эту монету смотреть. В общем, по выводу. Я туда завел 10 монеток призм. Я посмотрел, там монетки призм, они намного выгоднее их было там продавать. На 10% где-то разница была с курсом, который был на бирже. Я думаю, о, ну-ка прокручу. 10 монеток закинул, тык-тык, все. Мне вывели, у меня получилось там. Ну я вывел себе на перфект мане. Потом думаю, так, надо штуку так прокрутить. Ну потом думаю, нет, штуку не буду, заведу 100 монет призм. Завел туда 100 монет, обменял, жду. Нету, 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 нету. Думаю, надо написать. Когда написал им, у них ситуация такая. Все идет в порядке очереди и пополнение. То есть, когда человек, я, допустим, вывожу на перфект мане. Они выведут меня на перфект мане. Тогда, когда человек придет, на перфект мане им заплатит. А они ему заплатят Тором. Тор ему начислят. И вот тогда, если до меня дойдет очередь. Потому что, я говорю, а где очередь посмотреть? Есть очередь? Куда посмотреть? Какая платежная система? Нет, это скрыто. Мы это вам не покажем. Это нельзя показывать. Я говорю, вы, пирамидоз, големы для шоколоты. Который можно вкинуть 10 баксов, не больше. Все. До свидания. И все. Вот я тоже. Я вот, меня просто поражает там руководство. Во-первых, они там, вот у меня там одного лидера просто из чата просто выкинули за то, что он просто спросил. Вот. А когда будет вывод? Все. Вот там это. У нас очередь. Ну, какой я в очереди? Такой же вопрос задал, такой стандартный, как и ты. Все. Его выбросили из чата миллионеров. Все. Выгнали, да? За то, что он, короче, задал вопросы. Что это за быдлое руководство, которое вообще там, короче, какие-то вообще относятся к лидерам вот так вот. Кто их говняшку качать будет, если вообще вот так вот относятся. Короче, нарубили, вот на мой взгляд, нарубили 2 ляма долларов они. Просто нарубили на всех вот на нас, на лохах. Купили сайты скобаксов, которые я там видел. Да, да. Запустили говнобиржу, которая вообще просто в помойку можно... Она даже не работала. Я когда заходил, она даже не работала. Ну, как было. То есть там нет стаканов, там нет курса, то есть там утрашняк какой-то вообще-то. Конечно. Но это так, да, как бы Филькину грамотку запустили, типа что они что-то делают. Маркетинга нету, рекламы нету, ничего нету. То есть это просто вот администрация, я не знаю, которая вообще не умеет управлять проектом вообще никак. Вова, слушай, там они сначала, они делали же этот, по-моему, аирдроп, да, у них был. То есть бесплатно выдавались. А потом люди начинали покупать. То есть, ну, ты зашел на бесплатку, потом тебе говорят, слушай, да, чего ты тут получил копейки? Ну-ка, давай-ка купи-ка еще монета. Да, ну, конечно, там бирж запустят, там они столько стоить будут, и все полетели. Да-да-да-да, я тоже на эту удочку полился, короче, тоже купил перед запуском биржи, думаю, блин, вот биржи там, да, заработал. Ну, я там, я там стратегию уже выработал, как я оттуда, я свои деньги в любом случае вытащу, и, короче, я даже заработаю там, ну, у меня потому что нормально уже количество монет, я сейчас верну, и просто там каждый день буду выводить, что там капаю, сколько бы ни стоило, прям Тор беру и продаю, и там, ну, у меня там немного долларов, там по 10, по 20 в сутки будет получаться, ну, блин, за там 2-3 месяца можно свои деньги вернуть, и потом и монетки слить к чертям собачьим, и все, до свидания, Тор, или сразу все выведу и вложу какую-нибудь другую монету, продам все. Видите, ребят, только на наших трансляциях вам честно скажут, что вообще происходит. А так вот, если вы, вы сидите в Торе такие, а что там в этом Торе, надо, думаю, посмотреть в интернете, зайдете на какую-нибудь мешутку, которая вас жестко замешутит, и вы еще свои бабки отдадите для того, чтобы, чтобы мне мои из Perfect Money, кстати, если будете оплачивать через Perfect, оплачете, я там в очереди стою. Ладно, ребят, это мы шутим, но мы к тому, что мы, ну, вот как считаем, так и говорим, все. Так, ладно, поехали дальше вопросов, потому что у нас тут есть еще. Так, что-нибудь знаете про проект SubServant? Нет, я ничего не знаю. Кто-нибудь знает SubServant? Нет. Я, может, слышу. Ну, если о нем не слышали, то, наверное, не стоит туда заходить. Так. Аура, партнеры или конкуренты? Так. Аура – это партнеры или конкуренты? По отношению к кому? К Тору? Или к кому? К Призму? К чему? Аура – это такая же монета, которая запустилась на… Сейчас, после успеха. Призм, потому что, хоть как и заявляют разработчики, это эксперимент. После удачного, я считаю, по моему мнению эксперимента, потому что там собралось большое комьюнити, сейчас будут в любом случае запускаться что-то подобное. Уже запускается. И сейчас… Мне сегодня предлагали Yoda, PhilCoin, там… Короче, я буквально недавно записывал ролики по монеткам, которые я знаю. Какие-то монетки я купил, где-то какие-то обзорчики появятся. То есть, я это сделаю. Если какие-то рекламные обзоры, то я упомяну о том, что это рекламный обзор. Так что вот так. Вот. Так, поехали дальше. Так. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Рашид Юсупов присадился. Да, вот Юсера Юсера у него, да, тоже я знаю эту монету. Да, мне, кстати, Рашид… Да, мне Рашид поделился еще в месяц. Да, я сегодня как раз вот… 140 дней назад, да. Мне выделил 100 монеток. Они у меня там что-то на парамайндинг. Я недавно захожу, скажу, о, что-то уже тут… Ну, нормально. Но я видосики показал там, кстати. У тебя тоже, да? Мы сегодня как раз… Ага, говори, говори. Я сегодня как раз познакомился с людьми, которые вот эту монетку как раз двигают. То есть, ну там, я так понял, одни из лидеров или там ближе к руководству. В общем, с Туземуном мы сегодня там… Да, мы по Туземуну записывали прямой эфир для закрытого клуба с Олегом Ильичом. Кто-нибудь знает? Олег Ильич тоже, он там в призме есть. Ну, короче, тоже там блогер. Ну, увеличает, да. Я знаю, Туземуне. Вот. Ну, вот. Мы с ним познакомились как раз неделю назад. Он в Сочи сейчас. Как раз конференция по Туземуну 10 марта там здесь уже проходит. И мы для закрытого клуба тоже прямой эфир проводили. Я его выложу сейчас чуть попозже на канал на YouTube. И там как раз пришли ребята. Приехали тоже с моим там одним другом. Мы с ним пять лет там общались тоже в интернете. Познакомились тоже сегодня. Виталик Дорошенко. У него тоже там свой YouTube канал. И вот он приехал с этими ребятами. Тоже с Юсрой, с этой монетки. Вот. Мы с ним познакомились, с ними. И они там тоже, короче, вот проводят. Но я тоже там закуплюсь. Там тоже заинтересовался. Там немного зайду. Долларов на 100, на 200 куплю монетку. Потому что, в принципе, тоже сообщество такое. Мы плохое вроде. И молодое. Вот. Как-то так. Так. Криптодет, приветствуем. Приветствуем. Так. Life is good или Эмир Глобал. Куда лучше вложиться? И туда, и туда. Эмир Глобал. Два разных. Два разных. Вообще просто. Темы. Одна. Это криптовалюта. Вы в фонде копите. Под сложный процент. Нет. Подожди. Эмир Глобал. Не Эмир Кэпитал. Эмир Глобал. Это ж какой-то. Эмир Глобал. 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 в неделю 4-5%. Я вытаскиваю оттуда каждую неделю, покупаю на них эфир и завожу его просто в низкодоходник в Амир Кэпитал, который дает в неделю там, блин, ну 1% там, 1,5%. И все, то есть вот так вот капитализирую. И когда я вывел там определенно, то есть я за счет, ну короче вот такой подстраховки, даже если где-то вот в высокодоходнике произойдет скам, то в принципе я все свои деньги не потеряю. Потому что я подстраховался, а на дистанции я еще и верну свои деньги и возможно даже еще и профит какой-нибудь будет. Ну там опять же как крипто себя подведет к Новому году тоже неизвестно. Но я вот так вот делаю и в принципе всем, наверное, так советую делать и ну по крайней мере не будет кого-то негатива. Знаете, лучше уж когда-нибудь ну попозже там забрать свое, да, чем вообще потерять уже без возможности что-либо вернуть. Вот так вот. Что, какие прогнозы по курсу биткоина на 2020 год с учетом тут последней свистопляски с коронавирусом? Ну я считаю, что до конца года будет, даже летом я считаю, что эфир будет, короче, долларов 600 точно стоит, а потом будет, наверное, может быть коррекция какая-то. И то это вот мои просто предположения, не призыв к действию. Это именно по эфиру. То есть я бы сосредоточил бы силы больше на эфире. Если есть битки, то переложил бы вначале в эфиры, и я так сделаю и делаю. А потом бы, когда бы заработал уже, вот сейчас будет скоро альт-сезон, наверное, да, когда у нас там вся крипта. Вот я сейчас как раз, сейчас у меня родители приезжают, там через три дня. И отца я попросил, у меня ноутбук лежит с моими холодными кошельками отдельно, где там криптопортфель. Я его там в Москве оставил, думаю, ладно, когда там будет альт-сезон. Но сейчас все отца попросил, чтобы он привез, потому что он будет подготовиться. Батя, вези камеру. Потому что может быть так. Так, к лету мало ли что там. Он начнется, а у меня там все холодные кошельки в Москве. И, короче, будет вообще и очень хорошо. Конечно. Что ты называешь альт-сезоном? Ну, когда альт-коин начинает расти. Альт-сезон, да, когда все крипты, помимо биткоина и эфира, просто будет хороший взлет. А он будет однозначно вопрос времени. Да, согласен. Уже коррекция, просто уже два года коррекции. Чем глубже коррекция, чем глубже падает какая-то крипта, тем более такая гигантская, как эфир, тем взлет будет, поверьте мне, очень хороший. Я в эфире, я в эфире, я в эфире, я в эфире. Так что будет все круто. Одним словом, надо просто подождать. Да. Так, Владимир, расскажи о банковской карте To The Moon. Пользовались ей или нет? Ну, мы эту тему давайте чуть попозже поднимем, потому что мы планировали тоже по этой теме поговорить. Ну, я знаю, что есть инструмент карты. Да, Вова пока достанет. Давайте сейчас посмотрим еще. Так, как думаете, что будет после халвинга с биткоином? Ну, Вова только что ответил. Так, Дэн, а что за тема To The Moon One? Вот To The Moon One это не тот To The Moon, про который сейчас Вова вам покажет карту. To The Moon One это хайпроект. Да, вот я показываю. Вот Вова карта что-то показывает, ага. Да, ну, обычная карта, не именная, короче, классная и вот, рекомендую заходить в проект To The Moon, потому что там тоже тема космос. Ну, я тут тоже нахожусь. А в чем ее фишка, этой карты? Что? Карта No Name. No Name, то есть там можно вывести хоть миллион долларов, то есть если у тебя есть биткоины там в эфире или в USDT, ты прямо в нее загоняешь лям и все, там 13 тысяч тебе долларов сразу конвертируется в доллары, это максимальная сумма, которая там попадает на баланс. И потом ты прямо стоишь у банкомата, вывел эти 13 тысяч долларов, если он тебе дает, а он даст тебе сколько хочешь, копираться. И тебе с твоего ляма опять до 13 тысяч опять пополняет сразу на автомате. Опять вывел, опять 13 тысяч, вот так, короче, ты бесконечность, пока у тебя не кончится криптан, на которую ты туда завел. О, вопрос, слушай, смотри, я так понимаю, ты переводишь на карту, кладешь крипту, правильно? Да. Конвертация когда происходит? На момент, когда ты покупаешь или на момент, когда ты туда только депозит завел или в тот момент, когда там вообще просто начинает твой биток сбрасывать на баксы? Просто смотри, ну, допустим, если ты закинул по 10 тысяч долларов туда, потом курс просел по 8, у тебя баланс карты снижается или же как здесь происходит? Я понял твой вопрос, но объясни, у тебя там баланс максимальный может быть в долларах 13 тысяч. Вот ты завел 100 биткоинов, там, я не знаю, 10 биткоинов, допустим, у тебя как только ты туда закинул деньги 10 биткоинов, то у тебя сразу до 13 тысяч у тебя в доллары они конвертируются по курсу CoinMarketCap. То есть он, значит, сразу, конвертация происходит все-таки сразу, в тот момент, в момент пополнения. Ну, если там маленькая сумма. Сразу, если маленькая сумма, то сразу. Если это большая, больше 13 тысяч, то 13 тысяч тебе записания, да. То есть как-то осталось 12, то есть тысяча долларов. Есть, он сразу с тысячу хлоп сюда закинул опять. Да, да, да. А ты можешь, Володь, вручную, например, вручную конвертировать. Допустим, ты не хочешь сегодня ничего там покупать за доллары, ты держишь в биткоинах, а потом, например, раз и обменял. Нету такой возможности пока нету. Ну вот сейчас они, вот сегодня мы общались, там они выпускают приложения на телефоне, туда привязывают к Тузимуну. У них там вообще планы просто грандиозные. Я еще не послушал, конечно. Нет, я там уже зарегал, да, по картам, именно меня карты заинтересовали. Я зарегал уже там несколько месяцев назад. Они просто обещали, что они приделают призм. И это было призмочам. Я сейчас скажу, там, призм тоже они прикрутят, это будет через бот сделан. То есть напрямую там в Тузимуне не будет призма. Там будет бот в Телеграме, вы туда загоняете призм, и он на автомате, короче, раз, и на карточку вам уже в долларах тоже так же перегоняет. А по комиссиям было? Комиссия весь что там? Комиссиям, там по комиссиям, там, короче, я забыл, какой-то там человек тоже купил у них франшизу, я не помню, как его там назвали. Вот он купил франшизу по карте. Купил у них франшизу, пока 2000 карт он там выпустил. Вот, и он к этой, к своей там системе придумал партнерку. Вот, и они вот к этому будут плясать, они не могут пока там ничего сделать, пока он это не запустит. Ну, это я эту информацию владею, да, тоже слышал. Да, и потом уже они будут по ихнему обменнику, у него там будет свой обменник, вот они как-то там будут именно по курсу обменника вот этого человека это все зачислять и перечислять, так что вот как-то так. Так, ну вот как раз Александр Афанасьев здесь говорит, что за тема To The Moon One. Вот там же не To The Moon One название сайта, Волон? Это они говорят про хайп проекта, который сделан. Да, To The Moon One, это хайп, мне его тоже много раз предлагали, но я туда не пошел по той причине, что там, я могу ошибаться, но если у меня там в голове не все перепуталось, то там вроде ситуация следующая. Вы заходите, 90 дней, это 3 месяца, у вас, грубо говоря, заморозка вашего тела и потом возврат самого тела вклада идет. И, ну, вы сами подумайте, то есть через 3 месяца это будет и, ну, грубо говоря, уже конец мая-июнь, и вы что думаете, что вам к лету, это такой опасный момент в хайп проектах, кто-то там вам вернет к лету депозит, что ли? Ну, конечно, блин, нет. У нас к лету уже надо к кризису готовить, а не это, 3 месяца ждать, пока у тебя там деньги выведутся. Да, так, карточка, что скажете о B2B? Ну, сегодня уже Владимир там присутствует, и он уже рассказывал, делился, ну, то, что, что там, пока все платится, пока все классно, но Володя сказал, что в ноябре месяце уже перестал кого-то приглашать, и вот в команде кто успел зайти, те вот молодцы, все радуются. Не, ну, реально очень хорошо работает, качественно. Реально, вот на фоне того, что было последний там 18-й, там, 19-й год, я считаю, что шикарно работает. Прям, вот реально, если бы все проекты так работали, ребята, можно было бы реально не работать. Так, что у нас еще, так, так, карточка у B2B, так, Рашид Юсупов пишет, тут лучше связь на эфире, у Андрея сильно виснет. А, у Андрея, да я понял, да, все. Так, для криптовалюты, да, это карта, что думаете о RBCOIN. Что за RBCOIN, я не знаю, не слышал, кто-нибудь слышал из вас, ребята? Я просто не знаю. Не, нет. Не знаем, если не знаем, значит скам. Так, ладно, поехали. Не, я шучу, конечно, вдруг тут представители RBCOIN есть. Мы не знаем о нем. Мне даже и при ничего не поступало, никаких предложений, ни турец, ни кинеки, ни кинеки, поэтому ничего сказать не могло. Так, вопрос ко всем. Вы когда зашли в призм, в 2017 году? Нет, я зашел в 2019, ну, прошлый год 19-й был, в 19-м, в сентябре, по-моему, или в августе, в конце августа, ну, чтобы такое было. Мы долго сопротивлялись. Да, я зашел в апреле, через месяц будет, как я ровно год зашел в призм, и я покупал монетку по 16 центов и по 19 год назад. Ну, вот, курс как раз упал, сейчас можно покупать по такому же курсу. Ну, да. Так, да-да-да-да-да, так, корр и коин ответили, это ответили. Так, скоро в iBanker24 занесут токен USRA. Да, там очень много токенов, поэтому, я не знаю, любая крипта, которая там запускается. Тор можно было бы туда тоже занести, наверное, в том числе, в принципе. Вот. Для вообще-то, для того, чтобы реализация. По iBanker тоже есть инфа, я не знаю, там, ну, знаете или нет. У меня, я просто общаюсь тоже с людьми, там, непосредственно, кто его там курирует. Короче, туда тоже они криптокарты тоже будут запускать. И там можно будет… Прикольно. Да, в iBanker они там будут делать, что сразу можно конвертировать там доллар и на карточку сразу заводить. То есть там обменник же сейчас есть уже. Да. Сразу вы делаете обмен, карточки будут такие, короче, ну, классные, там, как мне сказали, там, в коробочках будут приходить. Ноунеймы тоже или там? Нет. Ну, я не знаю, на них будет написано, как сказали, «iBanker». Брендированные, да? Понятно, брендированные. Ну, посмотрим, что. Так, ладно, поехали дальше. Так, 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 так. Не слышали ли вы инфу о том, что BIP StakeBot закрывается и просит вывести монеты BIP в свои кошельки? Так ли это? И куда можно вывести, где можно завести кошелек Минтер? Ну, Вера Никонова, ну, как вы заходите в проект, это, ну, то же самое, что вы, не знаю, зарабатываете на эфире или на биткоине, у вас нет кошелька стандартного эфира или биткоина. Ну, надо же заводить. У меня видео есть на канале, можете посмотреть, там, ничего сложного нет. Ну, я считаю, что если вы занимаетесь тем более монеткой, то же самое, что призма заниматься, не иметь своего кошелька. Ну, как, свой кошелек должен быть. По BIP StakeBot, ну, он, как бы, что, там, скаманул, он что-то там платит какие-то копейки? Нет, нет, он все, скам там, вот, 72 часа не дали. Все, я вчера как раз это не знал. Ну, повтори, потому что я там тоже нахожусь. Что там надо сделать? Еще раз. Сейчас тебе надо срочно зайти и поставить на вывод, что там у тебя стоит, потому что завтра уже все, бот они полностью закрывают, он работать не будет. А-а-а, понятно. Мне дали 72 часа, они написали, они написали, что все, друзья, там, мы, короче, закрываемся, потому что там у нас, ну, короче, негатив и правду там сообщество Минта приложило руку, чтобы этот бот, короче, аннулировать, и вот мы получили то, что имеем. И то они так вот нормально, да, вот видите, даже в конце они не просто скаманули, а всем там какую-то часть тоже там какую-то копейку отдали. И я вот это все время тоже выводил там тоже хоть что-то, но капал стандартный скам, как вот везде. Так что заходи, быстренько ставь на вывод, потому что может быть... А нет, а тело же ты не выведешь. То есть, ну что там, какие-то процентики там, которые накапали, да? Ты это имеешь в виду? Нет, нет, они там часть вот от твоего тела, они начислили тебе туда на дело. А, все-таки начислили. Убрали? Так, ну-ка сейчас я зайду. Да, вот, смотри. Я что-то и не в курсе был. Копейки. Копейки, но я вот вчера 8000 бипов мне вчера начислил на дня и на жену полтора тысячи тоже аккаунт заводил. Так, бипс, ты... Смотри, мне кажется. Сейчас посмотрю. Да у меня тут, по-моему, вообще ничего нету. Так, ну кошелек сейчас гляну. Я выводил на днях буквально. Ну там что-то вообще, у меня очень мало приходило там. Ну я ничего не вижу, чтобы мне тут начислили какие-то там супер бипов, там большое количество кое-то. Ну не супер, там маленькое количество просто. Да у меня тут, ну ладно. Ладно, пусть будет скам. Ладно, поехали дальше. Я свои все Тор обменял на Призм и вывел. Ну вот. Так, про Тор не слышал, Тор. Дэн, в любое время можешь их выводить, продать на бирже Waves. Да зачем выводить, пусть крутятся, что? Они мне 100 долларов там, мне они погоды не сделают, пусть дальше болтаются. Так, Призмачи лидеры скоро планируют сейчас залетать в Юсра. Ой, ребят, вот, блин. Что мне не предлагают? Все Призмачи скоро будут у нас. Че ты тупишь? Давай к нам. Вот в каждой монете, которую мне предлагают, везде. Ну, блин, ребят, посмотрим, будут, не будут. Потому что у меня вчера была информация, что в другую крипту все Призмачи пойдут. А позавчера прислали, сказали, что у них скоро все будут. Поэтому тут я не знаю, кто там все будут. Но все в любом случае, любой коин, который вот идет по такому же принципу, все равняются как-то на Призм. Ну да, самая большая комьюнити. Да. Так, скоро биржу выпускаем и свой маркетплейс. Так, отлично. Это хорошо. Так, Амир Кэпитал это копия уже как НВА фонд. Ну, НВА фонд, по-моему, платил там вообще зверские проценты. А Амир Кэпитал платит, ну, в принципе, реальный процент. А даже если это и хайп, то, ну, с теми процентами, которые они платят, они могут работать очень-очень долго. Вот. Ты что скажешь про Амир Кэпитал? Ты что же там есть? Ты зашел туда? Кто? Я? Да. Да, я зашел, я там ремвес делал каждую неделю. Я сначала зашел на 5 эфиров. Я вот только ролик у меня последний висит на канале. 5 эфиров еще. Короче, сейчас у меня уже почти 11 эфиров. Там, а так, в планах где-то до 100 эфиров дойти, а потом уже все, уже снимать прибыль. Где-то за годик, я так думаю, что выйду на такую цель. Ну, там партнерка очень слабая. Да, вот именно вот этот сложный процент, то есть докладывать. Я вот как, я по чуть-чуть докладываю каждую недельку там. Купил один эфирчик, докинул там еще. А то уже начинал там с... А, нет, я с двух начал. Ну, эфиров 15 я туда, в общем, завел. Сейчас у меня там в районе 17, там, по-моему, что-то такое. Ну, я хочу еще докидывать там, что-то так. Володь, а ты в Финнику заходил? Нет, я не стал заходить. Мы летом расчехляли этот проект. Прям, короче, тоже у нас были вопросы. Мы многое, мы решили пропустить этот хайп-проект. Вот, так что вот так. Кстати, они вот франшизу как раз... У Туза Муна взяли. Да, взяли вот Туза Муну. Я вот тоже сегодня... Ну, не сегодня, еще там, на той неделе как раз Олег рассказывал. На самом деле они тоже неплохо работают. То есть если бы зайти туда... Нет, это хороший хайп-проект. Очень хорошо. Уже... Неожиданно, неожиданно. Да, я тоже так не... Там вход просто... Я почему не пошел тогда, мне Павел Колесников предлагал Пака Инвест. Да, мне тоже. На самом старте. Минималка тысяча была. Ну, как бы очень много. Да, это много. Ну, я Дэну говорил, меня смущает личность самого Кирилла Доронина, потому что остался негативный опыт от компании Escalade, которая несколько лет назад существовала там и помогала в решении вопросов с банками, там, ну, списание долгов. Кому-то помогала, а кто-то в пролете. Вот, у меня был клиент, который там этому Escalade уплатил деньги и в итоге, ну, никакой помощи не получил. Вот, поэтому... Ну, и надо сказать, сама работа компании была как-то безобразно поставлена, то есть клиент там дозванивался много раз в офис, ему обещали перезвонить, не перезванивали и так далее. Вот, поэтому, ну, как бы я тоже предлагали Финнику, но скептически отнесся к этой затее. Посмотрим, конечно. Рашид Юсубов пишет. Ну, я говорю, что полгодика там точно есть. Что, что, Игорь, что... Лова, связь? Да, говорит, полгода, может быть, скорее всего у них есть еще, доказа работают. Полгода еще есть? Алло, алло, слышно меня? Алло, алло, слышу. Ну, полгода это очень хорошо. Мне так кажется, да, может быть. Если есть полгода, это очень хорошо. Ну, я тоже там с кем-то общался недавно, ну, не знаю, там, может быть, знаешь, как конкуренты, типа, ааа, у них там плохо, иди к нам там. Может быть, что такое там. Ну, там Афиннико говорили, что вот, типа, все, сейчас уже скоро будет game over. Ну, не знаю. Я там не участвую, я там даже и не следил ни за чем, поэтому ничего сказать не могу. Так, чем в Амир Кэпитал лучше эфир и биткоин купить и трейдить на бирже? Можно и те же свои проценты заработать. Ну, да, если умеете торговать, то почему бы и нет. Биткоин около 15к, жду роста биткоина. Ну, посмотрим, мы тоже все ждем. Так, халвинг в мае 20-го положительно повлияет на курс биткоина. Ну, всегда положительно влиял, поэтому надеюсь, что это будет не исключение. Так, по биткоин могут нагнуть всех опять, чтобы отжать опять у слабонервных битки. Так, при текущей сложности халвинг произойдет 05-го, 05-го 20-го. Вот так вот. Так, альтсезон это специальная фера, чтобы у людей отжать битки. Так, дальше, дальше, дальше. Что скажете за крипто-юнит? Крипто-юнит, крипто-юнит. Это, наверное, Андрей Хавратова, который, да? Да, да, да. Что можешь сказать, Андрей? Ничего я не скажу. А, это который по SkyWay, который? Да, да, да. У Хавратова я только акции SkyWay там покупал, а про крипто-юнит нет. Так, понятно. Дальше поехали. Я думаю, что надо подождать. Подождать чего? Ну, они там же, у меня есть акции, у меня там 200 тысяч акций я покупал. В общем, там, когда не залезть сцена биржи, уже будет видно, потому что они там обещали, это еще в том году. Потом это отсрочили, как раз вот это должно, по-моему, зайти, если не ошибаюсь. Вот. Так что если... Это весной или когда? Да, это весной. Ну, в этом году, одним словом, они должны, или осенью, что ли, в общем, должны выйти на биржу, причем на крупные, как они обещали. Если они выполнят обещания свои, то это будет, конечно, вообще очень круто, потому что там классно будет по процентам и по всему остальному. Так премию покажет. Я рискнул, тоже зашел один. Так Рэйклуб свой банк создают. Ну, я так понял, что там пул, не знаю, участвуют. Я в пулы не заходил, по той причине, что в пул ты когда отдаешь бабки, все, ты их уже вывести оттуда не можешь. А я там посчитал еще математически, там получалось так. Ты когда закидываешь, например, 10 тысяч, у тебя там, по-моему, я не помню точно сколько в процентах, но списывают. И в итоге у тебя не десятка работает, а работает меньше. Дальше. Тебе то, что будет приходить с пула, тебе будут кидать в личный кабинет, и еще 10% на партнерку также будут списываться. Ну, и потом ты уже вот это вот выводишь, и в итоге будешь получать. Ну, я, короче, сейчас думал, нафига мне замораживать, лучше так, чтобы в любой момент, ну, по крайней мере, тогда, когда Сигин работает, можно было что-то вывести. Так, как деньги на Ройбанк начнут вынимать из оборота, сегодняшняя просадка призма покажется цветочками. Ну, я, честно, я не знаю, как они там, что они там с банком планируют делать, я особо там не изучал, но я смотрел, что у них там пулов достаточно много, ничего не могу сказать, они, как я понял, там вообще чуть ли не уже не купили банк какой-то, но не знаю. Так, карточка призм вышла? Пока нет. А, нет, стоп. Именно с призмом? Нет, нет, нет. Так, а кто-нибудь в адвокэш карточку делал? Я нет. Вова делал карточку, в адвокэш что? В адвокэш нет, я еще, я жду вторую версию карточки, там сейчас одну можно заказать, там лимит 3000 долларов за операцию, ну, за сутки, по-моему. И там сейчас вот вторая должна выйти, там 5000 долларов за это, вот я хочу ее подождать, ее буду заказывать. А может быть и две закажу, не знаю. Кирилл Агеев пишет, вы знаете Матвея Северянина? Я нет. Слышал ли про монету Юсра на постмайнинге? Да. Отличная доходность, а самое важное стабильный курс, нет скачков и дампов. Здорово. Так, 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 так. Добрый вечер, купил в сентябре криптовалюту Юсра, теперь получаю чистый доход от постмайнинга в день 20 тысяч. Ребят, короче, Харетамур это устраивает спам. Прямо команда Юсра набежала сюда, да. Да, 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 давайте тут так, дальше. А, вот все, уже, в принципе, по всем вопросам пришлись. Так, проект Нарфекс приостановил выплаты. Обещаю выплатить тело депозитов или токенизировать. Что ж, скажете о Нарфекс? Я вообще не слышал ничего про Нарфекс. Я срочно отвечу. Эн, мы уже полтора часа общаемся, мы к словам перейдем. Оу, вау, 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 да, ребят, ну, слушайте, да, наверное, давайте будем закругляться, реально. Ну, в плане, я имею в виду, ответов, давайте, ладно, еще вот осталось чуть-чуть, прочитаем, просто не будем даже комментировать. Вопрос с тем, что можете сказать про Trust Invest Capital? Тик. Ну, не знаю, сейчас Алекс Рантье туда активно зашел, потом там Кэшбери, который качали, ребята, тоже там находится. У них спросите, я туда не заходил, не знаю, ну, там вроде как там есть тоже функция такая, взять, то ли там кредит закрыть, то ли какую-то там, ну, недвижимость взять, ну, там в итоге получается где-то 50% вы платите, но в общем, как-то так, не знаю. Я не разбирал его для входа. Так, вот в субботу Хорватов расскажет о разморозке токенов, тоже надеюсь, что будет To The Moon. А2, наоборот, карта на 5 тысяч доступна, а на 3 тысячи в планах. Окей. Чекайте курс PRISM. А, я не знаю, какой там курс PRISM сейчас. Просто если я сейчас перейду на сайт, то у меня все исчезнет отсюда. Так, ладно, ребят, давайте так, давайте мы сейчас будем уже запускать слова, которые у нас есть. Так, надо, блин, сначала же эти слова, наверное, придумать. Так, придумываем, в общем, слова, и сейчас у нас будет три приза. Дэн, я придумал только вопрос, где написать. Я могу в Телеграме написать. В Телеграме, да-да-да, чтобы на экране не видно было. Да. А, ну окей, хорошо. Так, так, PRISM, чекайте. Что Владимир не хочет в Рюд заходить? Ну, я не знаю, видите, дело в том, что нам, ну, русский ювелирный дом, просто, ну, блогерам, да вообще, да я буду, ну, вот просто ребятам, которые там где-то в общих чатах сидят, каждый день идут какие-то предложения, и, ну, знаете, если во все эти предложения заходить, то, наверное, просто ни времени, ни денег не хватит. Поэтому, ну, кто куда хочет, тот туда и заходит, как-то так. Так, 13.97. В рублях или в чем? Не понимаю, или в центах. 13.97 курс. Не знаю, у меня вот приложение 16.40. Так, ладно, 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 так, добрый вечер, на кошельке Сиджин. Про, если просто держать, работает ли парамайнинг, увеличение абонента, да-да-да-да. В общем, там был, изначально не было парамайнинга, потом вроде включили, потом что-то вот то ли убрали, то ли нет, не знаю, ничего не могу сказать, поэтому, так, я, в принципе, у меня в Принс Бит монетки лежат, на своем кошельке монетки лежат. Вот, кстати, на самом деле, если бы, о, Андрей уже прислал слово, если бы сейчас, допустим, в Принс Бит вышел бы на CoinMarketCap, это настолько удобный сервис, ну, вот реально, если бы вот все объемы, да, люди бы, вот без проблем бы в P2P бы не сидели бы нигде, там точно так же бы заводили бы с карты, и так же на карту вывод идет, то есть вот очень круто, мне прям вообще очень нравится. И если бы эти объемы еще там бы отображались бы на КМК, то вообще было бы круто, туда бы реально все бы пошли бы там, и все, и была бы супер биржа там, и BTC Alpha бы отдыхала бы. Так, ну ладно, так, вопрос-ответ, так, давайте так, слово, Вова, ты уже придумал слово, да? Да, у меня самое легкое. Так, ну давай, сейчас я тогда посмотрю, так, сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас, я посмотрю, где это слово. Итак, ребят, у нас сейчас, ага, так, первое слово и второе слово. Я написал два на всякий случай. А, так это два, ты написал, я думал, одно Вовина. Так, ага. Так, подожди. А, Вовин написал слово это? Да, я написал, я Андрею прислал, тебе прислать. В Денису пошли. Ага. Да, 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 давай, ага. Так, а мне-то тоже надо что-нибудь придумать? Ну, лучше придумать-то, а. Так, ребят, там еще, так, добрый вечер, Кроуд, как относитесь? Ой, тоже предлагали, я так понял, что там вообще какая-то голая идея, вкладывайте бабки, возможно, что-то получите. Поэтому, да. Шляпа там. Вот. Мы расчехляли этот проект, они там другие. Более жестко, да, это назвал. У меня не было желания туда идти, и все, я как бы отказался. Так. Ага. Ага. Так, Вова, твое слово тоже вижу. Ага. Блин, надо сам что-нибудь тоже придумать. Так, ладно, все, ребятки, погнали, давайте пока вот слово... Вова, тебе Андрей прислал слово, как он загадал? Вот, я тебе отправляю это слово, которое он загадал. Все. Все, ребят, поехали, это первое слово. Да, у меня есть это слово, он мне тоже. Вова, я тебе слово отправил, которое Андрей загадал. Все, ребят, поехали, слово имеется. Тот человек, который первый напишет это слово, тот человек заберет у нас 10 монеток призм. Пишите потом в Телеграм и, соответственно, это все раскидаем. Так, дома можно держать? Ой, лучше не надо. Мужского пола или женского? Слово женского рода. Прозрачное? Нет. Съедобное? А, не знаю. Я не пробовал никогда. Можно снять, но нет. Можно? Некоторые едят. Некоторые едят. Да, размер какой? Назови какой, мы скажем, такой или не такой. Дома можно держать? Нежелательно. Это живое? Да, живое. Окно нет. Дома есть? У меня нету. А дома на улице? Ну, больше на улице. Огонь. Крыса, львица, коронавирус, слон, Васильев, мыло. Животное? Ну, не человек. Так. Вангус. Нет. Змея. Очень близко. Кошка. Хомяк, собака. Ёжик, лошадь, тигр, мышь, свинья, ящерица, мышь, летучая мышь, мышь, лесное, да, лесное, наверное. Ну, не городское. Крипта, собака, единорог, лягушка, крокодил, ящерица, уж, слон, енот, таракан, ящерица. Я уже не успеваю смотреть. Кто-нибудь. Кобра. Ящерица, ящерица, уж. Близко. Очень близко, да. Змея это самое близкое, что было, но пока все мимо. Гадюка. Нет. Выдра, комар, малина, химера, анаконда. Есть. Стоп. Кто назвал-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Убежала. Анаконда, да, ребята, победитель есть. Только сейчас найду, кто это назвал. Анаконда, анаконда. Подождите. Вот. Александр Уткин. Он первый написал. После него здесь еще кто-то написал. Тоже анаконда. Александр Уткин. Так, проверьте там, чтобы спорных моментов у нас не было, чтобы еще сразу выяснили. Итак, Александр Уткин. Все. Александр Уткин у нас является победителем. Я сейчас запишу. Все. После эфирчика напишите в личку. Ну, можете мне написать. Я там уже раскидаю монетки. Либо там перешлю ребятам, кто это самое. Так, споров не было там. Ну-ка посмотрю. Черепаха, анаконда. Ну, анаконды, да, уже пошли-пошли-пошли. Червяк. Ага. Все. Все-все-все. Все честно было, да. Так. Александр Уткин у нас выиграл. Это слово угадал. Он первый написал. Я там показывал, кстати, на экране. Поэтому вы можете это все видеть. Так, второе слово загадал у нас Владимир. Канал Зара Бара Хорошо. И сейчас у вас также есть... Так, что уже опять? Нет, стой. Кто написал первый? Давайте. Могу даже вот так открыть. Очень сложное слово. Вот, Agent Fire. Так, скриншот мне скинете, посмотрим. У меня запись в любом случае вот здесь есть. Я потом посмотрю. Так, ладно, поехали, погнали. Следующее слово есть. Это слово от Владимира. И, соответственно... Угадываем. Ну, если честно... А, не дам я вам подсказку потом. Так, так. Мужское, женское. Слово женского рода. Слово женского рода. Рефрижератор? Нет. Паук? Нет. Так, дома есть. Принесете, будет. С чем связано? Задайте вопрос правильно. С тем словом, которое здесь написано. Так, дальше. Карта? Нет. Гора? Нет. МЖ? Ж. Спасибо, ребят, за эфир. А мы еще не уходим. Женщина? Нет. Есть. Бокал? Большой. С чем сравнивать? Жена, валюта живое. Нет, не живое. Криптовалюта? Нет. Подсказка? Ну, пока не заработали подсказку. Можно твердая. Нет. Инвестиции? Нет. Живое зарабара. Слово зарабара. Нет, мы снова не загадывали. Это не то слово. Животное? Нет, не животное. Земля, косметика сплошное. Что значит сплошное? Не знаю. Так. Камень съедобное? Да, съедобное. Крипта? Живое? Нет, не живое. Черепаха съедобная? Уже ответили. Так. Применение? Одушевленное? Нет. Дерево, теща, доллар. Железное, деревянное, стеклянное, пластик. Вообще не туда. Вода, срок, ваза, ноутбук. В руку влезет? Да, поместится. Прозрачное? Нет. Предмет? Нет. Небо. Еда? Да, еда. Абстрактное? Окно, сыр, хлеб. Больше анаконды? Меньше. Программист своей жизни? Груша, дыня, торт, курага, полотенце, фрукт. Нет, не фрукт. Булочка, груша, суши, вода, торт, яблоко, шампанское, овощ, фрукт, ягодка. Да, ягодка. Капуста, апельсин, фрукт, овощ, плюшка, хурма, ягода. Ягода, да. Растения, манго, ягода, груша, апельсин, подпайя, ящери. Сок, колбаса, банан, слива, жидкая, манго, мышка, клубника, клубника, картошка, пирожное. Ребята, стоп, 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 Виталий, малина, слово малина было. Ай, куда, 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 куда побежали? Подожди, ребята, малина, слово было. Первый человек, Виталий Петелько назвал это слово. Так, помечаю сейчас то, что это Виталий. Виталий Петелько. Все, надеюсь, нигде здесь не ошибся, потому что вот смотрю, даже выше слова, но нету, 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 слова малина нету. То есть, да, здесь все посыпалось прям. Вот клубника была, клубника, да-да-да, мышка, манго, роза, слива, банан. Все, это вот точно победитель, ничего для спариваться не будет, так что не пишите так. Вот я прям вам сейчас показываю все. Фух, так, отлично. Два победителя у нас уже есть. Так, третье слово. Блин, я, ребят, короче, не придумал. Так что давайте, Андрей. А хотя давайте вот такое слово. Давайте вот пусть угадают. Я, правда, не знаю, как его объяснять сейчас нам будет. Слово, да вот такое вот простое на самом деле слово, которым пользуются практически каждый день. Все, есть слово. Андрей, тебе тоже отправил. Вот, Вове тоже отправил. Все, ребятки, слово-то есть, так что погнали. Кому хочется получить 10 монеток призм. Тот, тот человек первый напишет, тот и угадывает. То есть, получает. Так, ну что, погнали. Слово есть. Блин, загуглить что ли? Так, смартфон, нет телефон, нет своей жизни. Вантус, а, это название канала, нет. Ну, Вантус, в смысле слова, нет, не то. Чашка, живое, нет, не живое. Я раньше написал малина. Александр Рудкин, вы раньше написали анаконда и получили 10 монет еще. Так, съедобное, нет, несъедобное. Компьютер, нет, зонт, до свидания. До свидания. Так, канал, автобус живое, пылесос, деньги, металлическое, нет, привет, фартук, ложка, дома есть. Дома есть? Да нет, наверное. Ну, да, сомневаюсь. Так, стул, крипта, ключ, малина, тоже есть скрин, заряд, МЖ, мужского рода, зубочистка, ноутбук, день, кресло, кошелек, радость, туалетная бумага, паста, чашка, часы, фраза, нет, это не фраза, это одно слово. Электроника на кухне есть? Наверное, нет. Я не встречал. Да, да. Да нет, на самом деле это слово можно вообще по-разному понимать. Оно и дома тогда есть тоже. Тогда и дома, да, есть, если вот в этом, да. Тогда дома есть, да. Ну ладно, все, погнали, короче. Короче, в одном варианте это слово можно потрогать, а во втором варианте нельзя потрогать. Можно использовать, пользоваться можно. Многогранное слово. Да, да, да. Так, ладно, поехали дальше, я тут уже что-то все пропустил. Так, на кухне есть? Нет, 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 веник, деревянное, нет. Не, ну в принципе, если, наверное, то вот где это, машина нет, материальная. Ну вот если там, где потрогать можно, то да, чаще, наверное, деревянное. В руку влезет? Нет, наверное. А хотя бывают же и маленькие, наверное. Вот что-то, если честно, я о втором варианте, который дома, я на нем вообще не подумал, если честно, когда я это слово создавал. Так, забор, щетка, вымышленная, нет, не вымышленная, настоящая, машина нет, нож нет, дождь нет, опять куда тут убежала. Так, приз, собака, инструмент, земля, пол, мужского пола, слова, рода точнее. Замок, работа, нет. Погода, лопата, шкаф, ежик, колесо, достаток, стул, ламинат, топор, автомат, ствол, сосуд, папуаз, дерево, нож, порог. Нет, 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 вода, нет. Давайте так. Подсказку хочешь? Ну надо, да, а то что-то долго угадывать буду. А то мы тут до утра будем отгадывать. Давайте так, окей, смотрите. То слово, которое нельзя потрогать, то, что оно означает в формате, когда нельзя потрогать, вот этим, вот те, кто сидят за компьютером, вы вообще каждый день практически этим пользуетесь. А то, когда можно потрогать, ну тут уже, можно тогда уже не только потрогать, но и, давайте. Ну ты озадачил, народ. Попадящие вопросы, да, ну там, вот то, что можно не потрогать, чаще всего сделано из, из этого, из дерева, если это находится в машине. Там чаще из дерева сделано, вот. Ой, ну все, понеслось, я тут уже все, короче, сбуду. Так, мышь, монитор, виртуальность, курсор, эфир, стилус, мышка, интернет, общение, биткоин, пробел, стакан, монитор, электричество, мышь, стол, окно, панель, пипец. Панель, ручка, торпедо, ручка, сеть, ручка, мишка, актус, подлоконник, мышь, панель, динамик, бардачок, торпедо, интернет, консоль, подставка, панель, вай-фай, рюмка, консоль, вонючка, кресло. Нет, ребятки, зарядка, микрофон, прикуриватель, монитор, кулер, корпус. Стол, панель, изображение, мебель, колеса, кнопка, кнопка, флешка, карандаш, коврик, мышки деревянные, в машине деревянные, нет, 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 подушка, биток, короб, динамика. Ну вот, если уже близко, наверное, к тому, что вот можно потрогать. Клавиатура, колонка, стол. И лошадь, коврик. Пока нет. Экран, девайс. На какую букву начинается? Начинается на букву. На букву. Русского алфавита даже. Короб, колонка, очень близко колонка, близко динамик, близко так, звук, сабвуфер, колонки, системник, звук, клавиша, магнитула, рычаг, сабвуфер, колонка, звук, настройки громкости, монитор, сабвуфер, звук, звук, макфон, микрофон. Ребят, ну, как бы, с одной стороны, почти, почти, почти угадали, да. А сейчас вот то, что вы называли, уже было слово очень близкое, просто если я скажу какое, то вы сразу угадаете. Зумер, подставка, акустика, эквалайзер, усилитель, фон, звук, рупор, микрофон, магнитола, зарядка, bluetooth, приемник, радио, аудио, системник, наушники, диаграмма, дисплей. Рецепт, так-так-так, бас, динамик, сигнал, шумоизоляция, эхо, магнит. Вот немного по-другому бы назвали то слово, которое вы называете, и причем оно очень похоже с тем словом, которое нельзя пощупать, но которым пользуется практически каждый человек, который там, каждый день, человек, который там работает в интернете, там, или там сидит за компьютером, печатает что-то, вот подсказку уже даю. Так, сабвуфер, сигнализация, музыка, голос, шум, звук, нет. Акустика, мираж, клон, диффузор, ячейка, акустика, микрофон, диктофон, диффузор, магнит, проводка, аккумулятор, лягушка, клавиатура, микрофон, лак, лист, клавиша, бумага, звук, колонки, наушники, серфинг, очки, преобразователь, навигатор. Буфер, стоп, Сергей Кривопуст, буфер, 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 все, Кривопуст, Сергей Кривопуст, есть, увидел это слово, Кривопуст, все, мы отмечаем. Сергей уже, кстати, у нас не первый раз победитель. Все, ребята, это было слово буфер, буфер обмена там, буфер музыкальный какой-нибудь там, называли здесь сабвуфер. На железной дороге буфер. Да, ну, да, ну вот так вот, короче. Где, кто называл там буфер? Буфер был, пишут. Сергей Кривопуст, а. Сергей Кривопуст, да, он был выше буфер. Буфер был, вот, пишут, буфер был. Окей, пришлите мне, где был буфер, на какой там, на ком минуте или что. Я потому что я так не... Сейчас, 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 буфер. Я мог пропустить, не спорю, если сейчас вы найдете. Сообщений много просто, да. Не, было очень много всяких сабвуфер, субвуфер, самбуфер было, сабвуфер, сабвуфер. Вот эти слова были, и их было очень много. Просто буфер слова я не видел. Сабвуфер, вот, я вижу, да. А, стоп, стоп, стоп. КДВ, все верно. КДВ написал слово буфер. 4,41, сейчас 4,45. Да, все, извиняюсь, Сергей. Сорян, короче, КДВ выигрывает. К-д-в, КДВ у нас. Да, все, я увидел. О, есть КДВ. Вот, ребята, те, кто на экране смотрят, сейчас видят. Вот, КДВ, буфер, да, действительно было это слово намного раньше, чем то, что написал потом Серега. Ну что, будем прощаться. Фух, да, ребятки, да. Давайте, так, кстати, напишите, что вообще, как понравился вам такой эфир. Вова, что ты думаешь, как тебе понравилось, понравился стрим? Мне, да, у меня сегодня четвертый прямой эфир. Ага, молодец. А я вижу, что даже такое по засыпанию. Хочется, хочется, да, дойти до дома и покушать наконец-то. Молодец, что энергия еще осталась. Да, да, да. Как раз она осталась из-за того, что я не кушал. Потому что когда закроет одно на количество энергии. Кстати, да, бывает, поешь такое, думаешь. Я ролики, кстати, я всегда ролики пишу перед едой. То есть я вот натощак пишу, чтобы мне, потому что тогда ты нормально все. Как только ты поел, потом сел, такой, надо ролик записать. Такой, нет, ничего я писать не буду. Уже нет фото сразу. Кстати, друзья, вы видели, там я сейчас за призмом наблюдаю. Призму уже там 16,5 центов пошел вверх. Да. И вот поступила мне новость, что цена в ближайшее время прям вообще взорвется. Не взорвется, но будет рост хороший по призму. Ну, давно пора, давно пора. Да? Да, да, да. Посмотрим. Ну, те, кто не слился, те, кто не продал. Я не продавывал, потому что мне жалко. Ну, реально. Я только к 100 тысячам подхожу к своей цели в рой-клубе. У меня сейчас, по-моему, 93 тысячи, так что мне еще немножко, недельку-другую, и там я уже буду фиксировать. С по-моему, 93 тысячи это собственных инвестиций или структура? Да. Нет, ну, нет. А там в рой-клубе, там какая структура? Там только от 9 человек первые, остальные там это все же там, все идет переливом. Да, там это, конечно. Нет, там за второй линии тоже у тебя идет партнерка, как второй линии, там 2%, по-моему. 5 первая, 2 вторая, потом... Ну, там партнерка слабая. Там слабая партнерка. Угу, понятно. То есть я ждал, я вообще вот сколько там, месяца 3, вообще ничего, призмы не про... Угу. Все, я вот не иду уже на протяжении... Ну что, давайте в завершение пожелания нашим слушателям. Да что, обязательно надо быть подписанными на 3 канала. Всем добра, предпочитания. Да-да-да, Вол, говори, говори. Вол, говори, давай-давай-давай, а то тебя плохо слышно прям. Да, нет. Я просто... Опять записываю. Кого перебил? Не-не, нормально. Я ж... Просто во всех направлениях... Прерывается. Вова очень. Сбалансировано. Так что только рост и процветание. И огромного изобилия. Хоть Вову было и плохо слышно, но надеюсь, он нам пожелал всего-всего самого хорошего. Последние слова хорошо было слышно, да. Другого мы от него и не ожидали, в принципе. Андрей, давай пару слов и буду тоже закругляться. Ну что, ребят, да, всем хороших выходных. Желаем там хорошенько отдохнуть. Не болейте, кстати, очень важно. Коронавирус тут бушует, да. Есть такой совет. Потому что зараза распространяется через вот эти прикосновения. Так, ребятки, да, все. Всем большое огромное спасибо. Большое спасибо, что эти практически два часа вы просидели с нами в нашей компании. Задавали свои вопросы. Нам было интересно на них поотвечать. И даже некоторые моменты мы реально поузнавали. Вы задавали вроде вопрос, которому я про него ничего не знаю. Но про него знает, допустим, Володя. Или я, допустим, узнал на этом эфире то, что роботы сейчас, оказывается, сливают. Вот я тут, хоть я в них не участвую, но тем не менее. В общем, очень много всего интересного мы с вами увидели, узнали. Я надеюсь, эта информация была для вас полезна. Ну, а вишенкой такой на торте, или торте, на торте, наверное, было как раз таки вот наш вот этот конкурс «Угадай слово». Поэтому победителя обязательно пишите в личку и получите по 10 монеток себе. Вот. На этом мы будем заканчивать. Большое спасибо всем за просмотр. Палец обязательно вверх. Ну, там, либо вниз, если вы с хейтом как-то к нам относитесь. Вот. Подписываемся на канал и нажимаем колокольчик, для того, чтобы не пропускать следующих видео. Ну, а с вами был Дэн Инвест, Андрей Жариков, канал «Зара Бара Хорошо», Владимир Сушков. Всем хорошего настроения и сетивите и стройте сети. Пока-пока. Всем пока. Пока-пока, друзья. Спасибо. Пока-пока. 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 Пока-пока.